Друзья, вот моя проверенная макевара БШ. Сейчас я покажу, как ее крепить ременными стяжками. Старенькая моя проверенная. У нее еще даже сзади полозьев нет. Поэтому надо крепить на широкие деревья. А на тех, на которых уже полозья есть, можно крепить даже на тонкие. Смотрите. Вот сама макевара. А это ременные стяжки с механизмом храповым. Что-то я самозатягиваю. Смотрите. Здесь сзади проушины есть. Если проушин нет, то крепится вокруг. Вы сейчас увидите, когда я буду заматывать, как это можно сделать, закрепив просто вокруг. Если проушины есть, то есть такие стяжки ременные. С вот такими крючками. Эти крючки продеваются вот таким вот образом сюда. Вот. И это фиксируется. Есть же состяжки ременные, которые без крючек. Тогда сам ремень просто продевается вот в эти петли. Таким вот образом насквозь. А потом все затягивается. Вот. Что еще по этому поводу сказать можно? То, что стяжки ременные можно, в принципе, заказать одновременно с макеварой. Сейчас они идут прямо в абсулы. То есть, когда вы макевару приобретаете, сразу же предлагается приобрести ременные стяжки. Но на самом деле, если есть особое желание, то можно купить их в любом автомагазине или даже хозяйственном. Они продаются везде. То есть, с этим проблем вообще никаких нет. Хотя скоро у нас будут эти стяжки фирменные. То есть, мы их будем производить сами. Вообще. С фирменными лейблами. Со всеми причандалами. То есть, это будут шинские стяжки. И качество их будет намного лучше. То есть, сами ремни, ну, это стропы, они гораздо надежнее будут, чем эти. Итак, поехали. Значит, сразу что делаем? Продеваем ремень. И от стропы точно так же продеваем ремень. От другой части. То есть, такая стяжка состоит из двух частей. Одна – это кроповик. А другая – это стропа. Уровень. Вот это место, то есть, ударная часть. На уровне сплетения солнечного. Поэтому просто встал вот так вот к дереву. И просто прижался. И все. И первый тур можно спокойно делать. Сейчас покажу, как это делается. Фиксируем. Прижали плотненько. Эту положили наверх, чтобы она не мешала. Делаем первый тур. Очень туго мотать не нужно. Потому что потом все равно все притянется. Главное – делать аккуратно все. Торопиться не надо. В принципе, вот сейчас уже можно и держать. Она уже прекрасно держится сама. Все. Ну, последний тур. Теперь берем кроповик. Здесь есть специальная щель на нем. Куда мы продеваем оставшуюся часть с обстропы. Там вот петли. Ровненько сделаем, чтобы было красиво. Вообще, на самом деле, от того, насколько вы будете пользоваться аккуратно, все это дело, настолько долго прослушано все. И теперь этим кроповиком мы затягиваем эту штяжку. Вот и все. В принципе, верхняя часть закреплена. Теперь точно так же поступаем и с нижней частью, чтобы она не болталась. берем сам кроповик, продеваемый здесь. Эту часть. С этой стороны. Где такая же петля. И точно так же мотаем вокруг. Вот таким образом. Когда смотано хорошо все. получается все просто. На самом деле, те петли, которые будут уже фирменные, они не будут такой большой длины. У нас есть стропы. Они будут гораздо короче. То есть, если здесь два с половиной, три метра вот эта стропа, то фирменные будут где-то длиной метра полтора, не больше. И фактически их можно будет только два раза вокруг дерева, и все. А если толстые дерева, так один. Они просто будут намного шире. Но нет, нет. Они шире не будут. Они будут толще и намного надежнее. Их не надо будет столько мотать раз. На два тура, скорее всего. Это будет самое то, что надо. В принципе, и эти можно подрезать. Что я, в принципе, обычно и делаю. Но это новые. Они прям с упаковки. И так же затягиваем. Все. Все. Макевары закреплены. Можно пользоваться. Все. У нас стоит очень прочно. Можно легко работать. Вот так она крепится. Точно так же ее легко снять. Элементарным образом. Сейчас я покажу, как это делается. А демонтаж макевары он осуществляется вообще чрезвычайно просто. Значит, на храповиках есть специальные скобы, за которые тянешь, и он тогда разблокируется. Вот, потянул, и он разблокировался. Такая скоба есть. С одной стороны и, соответственно, с другой. Потянули в разные стороны. Все. И можно снять. Очень просто. Точно так же это делается снизу. На самом деле, так и лучше делать. Надо нижнюю сначала снять, и макевары будет висеть на верхней. А потом спокойно снять вверх. Как это делается полностью, я показывать в данном видеоподкасте не буду. Вот. Потому что здесь и так очевидно все понятно. Ну, давайте сейчас обратно зафиксируем. и буду работать. Продел. Натянул немножко. И затянул храпочку. Все. Макевар готов к работе. Макевар готов к работе. Продолжение следует...